Госдума приняла к рассмотрению законопроект о запрете хождения китайского коронавируса на территории России. В Москве, согласно этому проекту, будет снесен Китай-город и закрыты одноименные станции метрополитена. Не, не, это не та новость. Всем привет, с вами Александр Сольцев и это Московские новости недели. Я нахожусь не в самом центре Москвы, но и недалеко. Рядом здесь от метро Автозаводская, буквально 10-15 минут пройти. И здесь строится новый район ЗИЛ, на месте бывшего завода ЗИЛ строят новые улицы, новые дома. Вот будем сегодня здесь смотреть. Ну и, как говорил Владимир Ильич, оставшийся здесь от наследства от бывшего завода, так я все и представлял. В 2020 году в Москве планируют благоустроить еще 45 улиц, то есть это огромнейшие площади, то есть у нас будут реконструировать и Ленинский проспект, и Профсоюзную, и шоссе энтузиастов. И, конечно, что самое важное для нас, любителей гулять по Москве и в целом просто передвигаться по городу, это куда этим летом не ходить. А, к сожалению, этим летом перероют в центре весь район между Арбатом и Причистенкой. То есть если Причистенку и Остоженку сделали уже по программе «Моя улица» и там сделали широкие тротуары, то вот как раз вот эти самые Левшинские переулки, Денежный переулок и прочие, 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 будут все непроходимы ни для чего. Так что уже этой зимой думайте, как вы будете передвигаться по городу летом и выбирайте пути объезда и отхода. Ну а мы с вами бодренько шагаем по Зиловскому бульвару, и вот у меня за спиной школа, которую везде представляли как такую мега-школу, показывали Собянину, такая самая большая школа в Москве. Ну не знаю, как она там пока будет работать и функционировать, но так или иначе это вот что-то такое новенькое, что с гордостью всем показывали, везде демонстрировали. Дальше район все еще строится, здесь пока благоустроенный бульвар, дальше парк Тюфелевы Рощи, который показывали в прошлом году все, кому не лень, и застройщик очень активно его пиарил. Вот как раз пойдем туда и посмотрим, как там сейчас дела обстоят, вне сезон, скажем так. Метро ждут бесчеловечные составы. С таким страшным заголовком выходит газета МК, ну и на сайте у себя в том числе. Ну конечно это такой красивый заголовок, чтобы вы кликнули все. А на самом деле имеется в виду, что в Москве в 2020 году в тестовом режиме на наименее загруженных линиях будут запускать беспилотные поезда. То есть пока что это все будет работать просто в пробе. Пока что с этой вообще идеей носились давным-давно, уже несколько лет, что мол давайте запускать. Вообще изначально хотели чуть ли не на кольцевой сразу же запускать, но поняли, что чтобы поезда нормально ходили, ну как вот в некоторых странах Европы ходят беспилотные поезда, то нужно хотя бы 180 секунд интервал между поездами. 180 секунд. Ну кто у нас 3 минуты ждет поезд метро? У нас вообще не привыкли к таким интервалам, да и просто только совсем-совсем в час ночи где-нибудь там, уже когда последние поезда идут, может быть такой интервал. А так как вы знаете, у нас вообще норматив хотят сделать 90 секунд для беспилотных, ну так как говорили про это, по крайней мере раньше, но и то это очень большой интервал. Так что на наименее загруженных будут такие поезда пробовать, но пока об их внедрении ничего не говорится. Ну а мы с вами дошли тут до конца аллеи, ну будем считать, что здесь еще ничего не достроили, и здесь пока, ну вот так, ну будем считать, что это все продлят, но пока вот нам приходится тут идти по снегу и по грязи, куда-то идти между заборами. В общем, такой вот у нас образцово-показательный район. Ну и вместе с бесчеловечными поездами у нас целый ворох пришел новостей про транспорт дополнительно. Ну, во-первых, Москва получила гран-при на конкурсе Global Ticketing Award, то есть это в Лондоне конкурс, ну он такой отраслевой, где вручают премии лучшим системам общественного транспорта, но в данном случае по билетной системе. И у нас, ну не зря у нас тройка везде интегрирована, по тройке можно там и уже в музеи ходить, и в метро, и автобусы, и что угодно, любой общественный транспорт. В общем, я считаю, что заслуженно получили эту награду, потому что мало где вообще в мире так эффективно работает вот эта вот бесшовная система с картой. Карту, которую как раз напомню, что до конца этого года обещают вообще включить в телефоны, то есть ее можно будет себе забить в кошелек телефонный и в результате вообще даже ходить без карты, а прикладывая везде телефон. В принципе, уже у нас на турникетах всегда есть турникеты, которые воспринимают банковскую карту или, ну, пейпас. Ну и на этой же неделе, видимо, я не знаю, так совпало или приурочили к этой награде, но так или иначе Воробьев, губернатор подмосковный, он сказал, что тройку интегрируют со стрелкой. Стрелка – это карта, которая используется на электричках, которая используется на общественном транспорте в Подмосковье. И, мол, у нас ведь строят МЦД, и это, по сути, такая некоторая интеграция двух систем, уже региональной и городской, и поэтому, мол, скоро и той, и той картами можно будет пользоваться независимо от того, где вы находитесь в Москве или в области. А тем временем, по этому снегу и грязи, мы доходим до тротуара, здесь у нас переход, и что мы видим? От школы к будущему жилому кварталу крупному ведет переход через огромную шестиполосную магистраль. Магистраль, которую, я вообще не знаю, кто додумался через этот район построить такую магистраль, потому что сейчас она с одной стороны упирается в мост, и с другой стороны тоже там у метро «Технопарк» в узкие улицы. И в результате у нас, вот особенно с той стороны, со стакады все летит, здесь уже народ, вот к Тюфелевой роще, вот там, где кран стоит подъемный, уже народ периодически перебегает, в том числе даже мамы с колясками перебегают. Ну, извините, тут такое огромное пространство, которое просто идти до перехода людям, ну, банально лень. Мы можем считать, что люди дураки, но, как показывает опыт, в том числе международный, это огрехи проектирования, потому что здесь ни каких-то, никакого успокоения, ни островков безопасности. И что и требовалось доказать, здесь уже, еще район не заселен, еще большинство домов здесь даже не построено, но здесь уже точно зафиксирован один смертельный случай, и еще двух человек, по разным данным, сбили здесь. Но вот так вот, то, что не показывают Собянину во время вот этих торжественных объездов. И напоминаю, что вот у нас школа, а вот у нас жилой район. Дети будут бегать, угадайте, где и на какой цвет светофора. На этой неделе с транспортом еще одна такая интересная ситуация получилась. Я уже давно слежу за ситуацией вокруг музея транспорта. Я еще помню, когда этот музей транспорта планировали делать на лесной улице, и в результате там все застоприлось. В конечном итоге там на лесной улице в здании бывшего депо, собственно, сделали вот этот фудмол депо, вместо музея транспорта. А идею с музеем транспорта перенесли на Ново-Рязанскую улицу, это неподалеку от трех вокзалов, бывший гараж Константина Мельникова. И там, мол, вот разместится вся экспозиция. На этой неделе представляли вот это новое пространство. Очень странное было представление. Никакого не пресс-релиза не прислали, ничего. То есть, ну ладно, то есть я узнаю, я тут все равно узнаю. Ну, там очень странно было. То есть, ну, как у вас вообще представление, как должен выглядеть музей транспорта, или как-то, ну, как хотя бы концепция музея транспорта, когда его делают. Ну, хотя бы что-то с транспортом связано. А там, в результате, там сделали какую-то тусовку, на которую пригласили людей, которые ходили, смотрели на удивительные перфомансы и говорили, о, это что, здесь будет музей транспорта? А что здесь будет выставляться? А, это же, ну, автобусы? Ну, а, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, слышал, видел такое даже в Лондоне. У нас, оказывается, тоже есть. Вот эта гламурная публика, которая в жизни, может, даже с детства не пользовалась общественным транспортом, потусила и ушла. Вот. А новый музей в результате откроется, ну, еще неизвестно когда, в 23-24 году. Так что, будем ждать и будем надеяться, что музей получится не таким маразматичным, каким было его предварительное открытие. Ну, а вот у нас Зилард с этой стороны еще строится. А здесь, по улице Архитектора Щусева, уже относительно, ну, все готово. Здесь уже поставили и скамеечки, положили плитку. Еще здесь явно не заселено ничего, но посмотрим. Мне очень будет интересно, как будет развиваться вот этот район. Потому что, с одной стороны, здесь всегда стоит пробка на третьем транспортном кольце. И когда здесь заселят, не знаю, тысячи и тысячи и тысячи людей, здесь будет тысячи и тысячи машин, что здесь будет в конечном итоге. какой коллапс, потому что здесь только одна метроавтозаводская, которая тоже, по сути, перегружена. Ну, и посмотрим, как это все будет дальше жить. Ну, и вот мы вышли на набережную. Здесь такие большие конструкции стоят. И дома все индивидуальных таких проектов с разной отделкой. Набережную сейчас переделывают, благоустраивают. Сейчас все снегом занесло, поэтому толком ничего не видно. Но вообще, смотрите, тут интересный момент. То, что здесь делают сейчас причал. То есть все эти городские трамвайчики и в перспективе речное такси, про которое говорили даже вот в начале этого года, мол, будет здесь останавливаться. Ну, и чтобы, во-первых, район густонаселенный будет. Во-вторых, здесь же дальше продолжаются вот эти все аллеи вплоть до парка чудес. И то есть можно будет до парка чудес отсюда с набережной ходить. Вот, мы будем с вами гулять сейчас по набережной и дальше обсуждать московские новости. В пятницу 31 числа на этой неделе исполнилось 30 лет Макдональдсу в России. В этой связи Макдональдс сначала радостно заявил, что мы, мол, будем делать акцию. Цены как в 90-м году. Многие у нас стандартные позиции будут по 3 рубля. Все самые там стандартные гамбургеры, бигмаки и прочие. По 3 рубля. Ну, они, конечно, немножечко скривили душой. В 90-м году и в 91-м году гамбургеры стоили 3,75. Но неважно, по 3 рубля. Так по 3 рубля начали раскручивать эту акцию везде в городе. Что, мол, на Пушкинской. Видимо, хотели создать реконструкцию той самой очереди, которая стояла вокруг всего сквера и в которой надо было встать несколько часов в Москве. Буквально в четверг, за день до этой акции, спешно выпустили пресс-релиз, что акция, к сожалению, отменяется. В связи с тем, что правительство Москвы объявило целый ряд мер и рекомендаций в связи с коронавирусом, как это ни странно. Поэтому, мол, нельзя делать массовое такое мероприятие. Гамбургеров и чизбургеров и бигмаков по 3 рубля не будет. В этой связи акцию отменил, который хотел поддержать, как они сказали, Макдруга. И всем, мол, кто стоит в очереди на вот этот адрес, предлагали при любом заказе дополнительно еще 3 бутерброда положить бесплатно. Так коронавирус внезапно влияет на Макдональдс. Набережная сейчас вся занесена снегом. На самом деле она такая будет извилистая. Здесь сейчас и беговые дорожки, и вот красным вот видно, что тут сделано. Вот это все уже будут здесь такие павильончики. Дальше уже активно строятся новые дома на месте бывшего завода-гиганта Зил. Целый ряд новостей у нас также про наследие культурно-историческое. Вот уже на прошлой неделе я говорил про то, что дверь украли у дома России, и, мол, обратился инженер этого дома на Сресенском бульваре исторического, что, мол, украли нашу дверь. Оказалась история гораздо более интересная, гораздо более сложная. Дело в том, что в этом доме вот тот самый инженер, как раз, который я обратился, он же отвечал за то, чтобы двери поменять. То есть меняли дверь там на какую-то, ну, тоже деревянную дверь, но, конечно, не такую и вообще не повторяющую архитектуру и формы прошлой двери. И там уже такая, подъезд начали переделать, какую-то плитку обкладывать, и дверь сделали совершенно не историческую. А историческую дверь на время, когда сняли ее, ее просто положили рядом, на улице. И как раз вот ее и украли, когда она лежала просто, ну, как будто бы никому не нужная. Ну, а, видимо, ушлые ребята-ремонтники увидели, что лежит ненужная дверь, надо ее прихватить, а то что плохо лежит. В результате вот этого обращения, я думаю, инженер уже сам был не рад. Дверь-то у них, может быть, и отыщут, а может быть, и нет. Но на них уже завели дело, и Мосгорнаследие тоже к этому подключилось, что, мол, а почему вы вообще, в принципе, поменяли историческую дверь, предмет охраны, и сейчас ТСЖ грозит штраф до 5 миллионов рублей. Так что, если вы живете в историческом доме, имейте в виду, менять исторические детали вам и разрушать исторические детали, может, особенно при том, что все снимается и все все видят, так вот, это может обойтись в очень большие деньги. Так что берегите историю. Хорошая новость пришла из Зеленограда. Кинотеатру «Электрон» такому прекрасному, в отличие от других районов, где сейчас районные кинотеатры сносят, и многие из них типовые, к сожалению, не переживут в ближайшие даже год-два. А вот кинотеатр «Электрон» на площади юности, такое прекраснейшее, со скошенной крышей здание 60-х годов, его переделают уже не в кинотеатр, сохранят все его формы, но это будет такой общественный центр на одной из центральных площадей Зеленограда, одного из округов Москвы. И неожиданно на этой неделе пришла новость, что гостиницу «Пекин» продают. Гостиницу «Пекин» продают не в связи с коронавирусом, как вы могли уже подумать, а в связи с тем, что «Газ Девелопмент», который занимался этой гостиницей, и реставрировал ее, и доделывал там детали. Так вот, они нашли покупателя в лице владельцев гостиницы «Жемчужина» в Сочи, которые пока еще не выдавали никакого решения, что они точно будут делать с этой гостиницей, как они ее будут использовать. Но ожидается, что в июле, до конца июля точнее, эта сделка будет оформлена. Ну что ж, а мы идем по такой широкой благоустроенной набережной, как у нас Сергей Семенович Собянин-то обещал, что у нас будут непрерывные набережные по всей Москве скоро. Ну ладно, здесь мы упираемся в забор. Это все временные трудности, это все пока тут стройка идет. Мы сейчас дальше пройдем на набережную и посмотрим, как там выглядит все сейчас. Здесь мы немножко ускоримся. Ну что ж, Сергей Семенович полагает, а прораб Семенович располагает. У нас набережная непрерывная выглядит вот так. Мы шли по широкой набережной, а теперь, если вы мама с коляской, ну или вам не повезло быть инвалидом в нашем городе, то все, ваше путешествие по прекрасной набережной здесь заканчивается. Вы, конечно, мне сейчас скажете, что, ну, Саш, ну это же старая набережная, которая здесь уже давно, а там новый вот недавно сделали. Нет, эту набережную, как и ту набережную, приняли совсем недавно, вот буквально год-полтора-два, может быть, назад. Это все новое. То есть это то, как у нас, я надеюсь, не будут дальше по всей Москве делать набережные. Еще более удивительный момент здесь, это вот эта дорога. Ну, то есть мы уже смотрели, это та самая дорога, которая уже убивает. Она здесь, особенно когда я припорошила снежком, вот специально делали фотографии здесь, видно, что по ней ездят только по одной полоте. То есть здесь нет проблемы сделать эту широкую набережную. Зачем ее сделали такой, не очень понятно. Ну, точнее, понятно, думали, что, может быть, дальше она пойдет туда вот, туда дальше дорогой, но по факту там пешеходная набережная, а здесь резко заворачивает дорога, и там у нас сразу пешеходный переход. Ну, то есть вот прям идеальная ловушка, капкан для незадачливого пешехода. Вот это самое сейчас удивительное место Москвы, где застройщик делает одно, город другое, и в результате это все еще и пытаются согласовать со всеми устаревшими гостами. В результате получается такая мешанина. Вообще не позавидуешь. Что-то, кому приходится здесь переходить и вообще жить, и ходить до метро. Ну, и напоследок, куда пойти в эти выходные, у нас целый ряд выставок открылся. Но самое большое и масштабное сейчас, и самое главное событие, это, конечно, выставка Сальвадора Дали в Манеже. Привезли много очень интересных работ, но единственный момент, что туда сейчас очень сложно будет, думаю, в выходные пробиться. Советовал бы вам туда идти в будни, потому что говорят, что уже раскуплено вперед 35 тысяч билетов, и даже в будни уже стояли очереди на эту выставку. Потом у нас в центре братьев Люмьер прекраснейшая выставка фотографа Родченко, то есть авангардные фотографии из 20-х годов. У нас в Сокольниках битва крепостей, то есть что детям будет интересно, а на ВДНХ концерты. Ну и традиционно у нас ссылка в описании на сайт, где мы вывешиваем подробное описание мероприятий, куда бы мы рекомендовали, которые мы отбираем, и куда бы мы бы рекомендовали вам пойти. Ну и, конечно, традиционно приходите на наши экскурсии. Будут не самые такие холодные, а наоборот даже такие свежие выходные, поэтому мы делаем 4 экскурсии. Во-первых, это в субботу 1 февраля в квартал Лубянки. Запомнить легко в оба дня у нас экскурсии в 14-15 часов. Так вот, квартал Лубянки по Мясницкой и по Милютинскому в 14 часов в субботу 1 февраля буду водить я. Мы встречаемся у памятника Маяковскому, такой бюст Маяковскому стоит при выходе из метро Лубянка, если вы выходите к магазину Библиоглобус. Там на площадочке собираемся и будем ходить по Милютинскому и по Мясницкой. А Александр Иванов 1 февраля в субботу у вас в 15 часов поводит по Сретенке и ее переулкам. Это замечательный район, воспетый и многими, и Чеховым, и Висбором, и район Красных Фонарей бывший. Ну, в общем, встречаетесь вы в 15 часов в субботу на Сухаревской около Макдональдса. Там такой самый большой ориентир, там такая большая площадка. А в воскресенье тоже экскурсии в 14-15 часов. В 14 часов воскресенья 2 февраля Александр Иванов вас поводит по Новокузнецкой, по Замоскворечью вокруг Новокузнецкой. То есть, опять, очень аутентичный район Замоскворечья, купеческий, с колоритными двориками, старыми постройками, палатами, купеческой застройкой. В 14 часов 2 февраля у выхода из метро Новокузнецкая. Там один выход, так что не заблудитесь на площадке. Ну, а я 2 февраля в 15 часов вас буду водить по Арбату. Ну, Арбат совершенно кажущийся район, что мы его, мол, все знаем, и все его там исходили. На самом деле нет, там удивительные переулки. Мы еще и выйдем на Новый Арбат и поговорим, почему именно это так все сложилось, из чего его скопировали, а есть у него прототип. И в 15 часов в воскресенье 2 февраля мы с вами встречаемся у входа в гастроном Смоленский, то есть под Козырьком. Это метро Смоленское, синее, выходите на Садовое кольцо и чуть-чуть проходите 50 метров до самого конца Арбата, там, где он выходит на Садовое кольцо. Я напоминаю, что это лучшая поддержка проекта, которую вы можете оказать, это когда вы приходите на экскурсии. Но если вы хотите еще как-то поддержать проект, то под каждым видео есть кнопочка такая «Спонсировать». Вы можете подписаться на ежемесячный платеж. Это, ну, я не знаю, это как чашка чая на вокзале или чашка кофе в хорошей кофейне раз в месяц. Но это позволяет мне, в частности, снимать ролики и какую-то сумму иметь, на которую я могу рассчитывать и планировать съемки роликов, планировать с другими людьми. В частности, спонсоры, они видят некоторые записи в сообществе, недоступные всем. И некоторые ролики мы вывешиваем раньше для спонсоров. В частности, вот, я думаю, в выходные чуть раньше мы вывесим Смоленск. А на следующей неделе буду снимать по фильму «Мимино». Так что ждите, все будет на канале. Ну, а здесь я с вами прощаюсь. Спасибо, что поддерживаете этот канал. Ставьте лайк обязательно. Вот прям сейчас. Подписывайтесь, если еще не подписались. И всем пока. До новых встреч и новых выпусков. С вами был Александр Усольцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова